В честь и поклонение Отец, Сын, Святой Дух, Аминь. 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 Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Послание к римлянам, святого апостола Павла, глава 1, стих 1. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Толкование блаженного филакта Болгарского. Ни Моисей, ни после него многие, даже евангелисты, не выставляли имен своих перед писаниями своими. Апостол Павел ставит имя свое пред каждым посланием своим. Это потому, что те писали для живших вместе с ними, а он посылал писание издали и по обычаю исполнял правила отличительного свойства посланий. Только в послании к евреям он не делает этого, ибо они ненавидели его. Посему, чтобы, услышав тотчас имя его, не перестали слушать его, утаивает имя свое вначале. А для чего он из Савла переименован Павлом? Для того, чтобы ему и в этом не быть меньше верховного из апостолов, названного Кифой. Что значит камень Пётр? Читаем Евангелие от Иоанна в первой главе 42 стихе. Или сыновей Зеведея, нареченных Ванарбес. То есть сыновья гроба. Об этом сказано у Марка в третьей главе 17 стихе. Далее. Раб. То есть называет себя рабом. Рабство имеет многие виды. Есть рабство по сотворению, о котором говорится в Псалтире 118, в Псалме 91 стихе. Цитирую. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Есть также рабство через веру, о котором сказано. Стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Об этом читаем в 6 главе 17 стихе послания к римлянам. Наконец, есть рабство по образу жизни. В этом отношении назван рабом Божиим Моисей. Читаем книгу Иисуса Навина, 1 глава 2 стих. Павел раб во всех этих видах. Далее цитирую. Иисуса Христа. То есть раб Иисуса Христа. Что же это такое? Предлагает имена Господни от воплощения, снисходя снизу вверх. Ибо имена Иисус и Христос, то есть помазанных, тут имена после воплощения. Помазан же отнюдь не Илеем, но Духом Святым, который, конечно, бесценнее Илея. А что помазание бывает и без Илея? Послушай. Не прикасайтесь к помазанным моим. Читаем в Псалме 104-15 стихе. Каковое изречение надобно относить к бывшим до закона, когда не было даже имени помазания посредством Илея. Тогда Илея еще не было, а уже Господь говорит, не прикасайтесь к помазанным моим. То есть понятно, что не Илеем помазанным. Далее. Призванный. То есть апостол называет себя призванным. Толкование. Слово это означает смиренно-мудрее, ибо им показывает апостол, что он не сам искал и нашел, но был призван. Далее. Апостол. Это слово употребил апостол в отличие от прочих званых. Ибо все верные призваны, но они призваны для того только, чтобы уверовать. А мне, говорит, вручило еще апостольство, которое верено было и Христу, когда он посылался отцу. Избран в благовестие Божие. Что же это такое? Читаем. То есть выбран к служению благовестие. Иначе. Избран вместо предопределен к этому, как и к Иеремии говорит Бог. Бог, прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Читаем в книге Рока Иеремия, в первой главе, пятом стихе. И сам Павел говорит в одном месте, когда благоволил Бог, избравший меня от утробы матери моей. Читаем Галатом, первая глава, пятнадцатый стих. Далее. Не напрасно, говорит он, призванный и избран в благовестие. Так как слово у него было тщеславным, то и внушает, что он достоин веры, как посланный свыше. Самое же благовестие называет так не по совершившимся только, но и по будущим благам. А именем благовестие тотчас утешает слушателя, ибо благовестие содержит не печальное что-нибудь, каковы предречения пророков, но сокровища несчетных благ. А далее выделено жирным. Благовестие это есть благовестие Бога, запятая, то есть Отца, и потому что даровано им, и потому что делает Его, с большой буквы, известным. Хотя Он, Бог, известен был и в Ветхом Завете, однако одним иудеям. Но и им неизвестен Он был как Отец, впоследствии же через благовестие Он вместе с Сыном открылся всей Вселенной. Эти слова тоже последние выделены и подчеркнуты. Выделил их Игнатий Тихонович, и вот он на эти слова дает свой комментарий. Итак, комментарий Игнатия Тихонича Лапкина на слова, что благовестие это есть благовестие Бога, и через благовестие Бог вместе с Сыном открылся всей Вселенной. Не только иудеям, иудеям, иудеям. Итак, комментарий. Сегодня священники называют свое богослужение божественной службой, божественной литургией. А блаженный Феофилак называет божественным благовестием. И он не сам относит этот эпитет к проповеди, но так говорит и Писание, и святые отцы, и соборы. Еще раз повторяем цитату блаженного Феофилакта. Благовестие это есть благовестие Бога. Через благовестие он вместе с Сыном открылся всей Вселенной. Далее продолжается комментарий. Люди установили особый порядок, ритуал, через который привлекают людей в храмы, в себе. Но не через требы, не через богослужения, самые пышные, самые торжественные. Люди не могут уверовать сознательно во Христа. Бог установил определенный порядок обращения. Двоеточие. Сеяние семени, то есть проповедь Слова Божия, затем полив дождем, слезами раскаяния, и получение дара Духа Святого, благословляющего на труд. Еще раз повторяется выделенный текст Блаженного Фифилакта, благовестие, это есть благовестие Бога. Через благовестие он вместе с Сыном открылся всей Вселенной. Тысячелетие христианства на Руси. И когда сегодня говоришь о значении проповеди, о том значении, которое ей дал сам Бог, Создатель Вселенной, то абсолютное большинство священнослужителей не слышали об этом и не знают этого и противятся этому. Почему? Причина в том, что они сами никогда не были обращены через благовестие. Они мертвые, они не знают пути Божия, а знают то обряд. Они профессиональные служители религии без Духа огня. Дух Святой коснувший в сердце уверовавшего человека вызывает у него торжественное благоухание этих слов, сказанных блаженным Феофилактом. Еще в который раз повторяются слова Феофилакта, выделенные благовестие, это есть благовестие Бога. Через благовестие Он вместе с Сыном открылся всей Вселенной. Кто не знает этого, кто противится этому, тот никакого отношения не имеет к православию, ибо он противится самой сути православия, выраженной болгарским архиепископом в этих торжественных и призывных словах. Благовестие это есть благовестие Бога. Через благовестие Он вместе с Сыном открылся всей Вселенной. Конец комментариев. Вот как бьет по глазам это и как это не видеть, это только слепые и мертвые могут это не заметить и не увидеть и не желать видеть. эти слова блаженного архиепископа болгарского. Службы эти торжественные литургии это все не на первом месте. На первом месте благовестие Христос. Семя А нет семени сеять не будешь в огороде картошку не закопаешь ничего не взойдет. Семя Слово Божие сеять и сам Христос. Бог Ну что тут еще добавить? Гнать теперь. Что добавить? Вот то, что здесь сказано нужно принять и увидеть. И поэтому когда вот это прочитают священники а это в самом начале послания то их отношение ко мне абсолютно понятно как говорит диакон Андрей Кураев этого мне никогда они не простят. И когда начинаешь говорить на это или берут они видят это священники говорят да недавно только выпустили на блаженного эпилакта ну без откровения конечно без всяких комментариев патриархии там этого нет я говорю а почему нет куда как могли убрать потом проходит время он говорит я посмотрел дома на полке у меня стоит он оказывается есть это ага если оно есть даже вот евангелие есть стоит не считают толкование не понимает толкование дано не считают но когда на толкование дал вот эти ремарки вот эти комментарии да это выделил как говорится молотом по ушам по мозгам по глазам вот теперь завопили да как тогда мы кто а мы какой тогда веры я говорю вот это апостол павел павел зашел сейчас и стоит в соборе у дверей постоял а потом спрашивает а какой веры эти люди то есть он ни по каким признакам не мог бы признать это что то же самое что было тогда ничего нету от порога до алтаря и в алтаре до стенки до противоположной никакого престола не было сейчас когда престол они посмотрят когда патриарх открывает как они наливают на каждую стойку мира как там они его рукой разглаживают сверху все здесь и люди поневоле думают это что не шаманство у вас нет не шаманство но не было этого мы должны сказать и вот когда это уже доходит до человека он должен понять это самое наиважное да но от противоположности мы познаем самое это а противоположность чему что это он говорит я ясен пути истина значит когда нет пути колдобойны ритвины ухабы ямы вот пути никакого там нету и там нет самого главного духа божия где духа божия нет тот не его и вот самый большой обман совершается тогда когда ну допустим Христос попросит хлеба а подаст камень но обман произошел но обман еще не смертельный я могу еще где-то попросить найти да и при том не по зубам же а только подали если попросит рыба подали змею ну змея то ясно не живая ее на пищу подали потому что ели яйцо попросил а дают скорпиона ну скорпион может вентарь быть монтирован я уж не знаю что тут подразумевать но иначе он ужалит и змея ужалит и вот самое опасное что есть когда люди взявшие ключ разумения и сами не входят и хотящих не допускают мы просто не умеем рассуждать вот человек который ну ложным путем направил заминированное поле а он табличку переставил где мины там теперь свободно а где свободно дальше амина на мины открылась дорога это войну так делали и сколько людей подорвалось вот это состояние в православной церкви да и в других ну мне что другие главное где я сейчас нахожусь ну а может быть по другому боже это почему я четырежды вдалбливаю а дальше кратко содержит потом опять крупным жирным подчеркнутым одно и то же это божье и вот самый большой обман вот самый первый обман когда люди стараются создать церковь это сектанство дофана верон и корей книга числа 16 глава живьем в ад ну а дальше это какое дальше второе это миссионерство которое сейчас устраивает обходят море и сушу и делают сынами гиены тоже туда но только вдвое худшим вас а почему они не рожденные свыше они не могут благовествовать они не знают можно говорить или нет они злобные но раз туда ведут значит это характер демонов злопомнение делает подобным демону святой Анзлатоус а это где что сказал припомнились за кого-то заступаются то есть они рвали нас это у вас теперь безблагодатно Иларион отказался никогда к вам этот не поедет Сергий теперь все батюшка безблагодатный все уже а кто это миссионеры так называемые это служители демона и вдруг приезжает митрополит вот у нас 15-го был Сергий Иванников управляющий и партики алтайской служит какое слово говорит сколько восхищения поцелуемый встречает меня и с поцелуем и провожает а у них что ну допустим я их послушал с чего они хотят от нас чтобы мы пришли к ним а раз к ним пришли мы позже допустим сейчас мы сказали отрекаемся от всего я желаю московскую патриархию а вот они мы потрудились а теперь они шагу не дадут они голову сразу снесут то есть они к себе любыми путями говорят превратно чтобы влечь за собою это вот 20 глава 29 стих Дианя апостола вот они вышли на арену и придумали какие-то комитеты отделы миссионерские это нельзя сделать никак ну может даже не умеющего рисовать можно рисовать домик но чтобы сходу штрихом нарисовать лицо это талант надо иметь со мной один ехал дорога я сотрой полки слажу и пока я сапоги надевал он мне мой портрет уже нарисовал я посмотрел это я как на фотографии и он кто бы не шел он только глянул это талант и здесь если ты имеешь тебе бог будет открывать душу люди а нет они вот сейчас собираются в кучу где-то выступают говорят под себя тянут а вы разве не говорили идите к нам у нас запрещено это у нас старые умирают и кто-то приходит кто-то нет у нас запрещено призывать почему все время на страже как бы не обмануться как бы человека не увлечь в другое место хотя знаем что все на сотни раз уже проверено и вот это место которое сейчас прочитали вы еще потом почитайте посмотрите другого пути нет это единственный путь что Павел почему он Саул Павел название даже ты не будешь знать никакого значения это не имеет никакого но не уверовав от истинного благовестия не уверовав не приняв его как истинного спасителя ты не спасешься вот сегодня мне скинули показать как разговаривают два священника Михалев Михалев Москва Петр Михалев и Самсонов Алексей это из Томска но диспут называют ну два православных священника ну я маленький отзыв дал почему я должен давать отзыв но один говорит так другой так о чем о вечных мущениях там еще о чем-то вечно или не вечно всегда отвечать нужно так все места из Святой Библии от корки до корки 77 книг и как это место понимают святые отцы а как правило когда все места выберешь там почти толковать то нечего вот на чем как говорится заострить внимание посмотреть а зачем я дал комментарии потому что я реально вижу люди не знают и не понимают они не понимают что благовестие на него нельзя настроиться я хорошее настроение я пойду Евангелие раздавать ты можешь но достучаться чтобы Дух Божий коснулся это не в нашей власти это Бог делает то Духа Христова не имеет ни его и не надо говорить обижаться а ты откуда знаешь что избранно это Бог полагает на сердце но по каким признакам кто Духа Христова не имеет тот и не его римлянам 8-9 я сказал следующее воскресенье будет такая тема мы идем домой с Андреем Устином он говорит но как я узнать мне кто-то должен сказать имею я или не имею или я сам должен это почувствовать понимаете вопрос-то стоит а как ты можешь проверить первое наипервейшее побуждение к молитве связи с Богом ты все время будешь чувствовать у меня опять туманится образ Божий как сказать не делается тоньше вот и это в ребенке в ребенке это уже вот в житиях неоднократно указывается он не любил детские игры он удалялся для молитвы он был маленький Николай чудотворец вот этого надо искать ну а я не слышал не знал но сейчас проси у Бога ты в любой момент можешь получить даже заиха будешь речь будет твоя неясная Бог даст тебе другого брата Аарона он будет для тебя Богом и как Богом и Богом его слова он будет ты ему передавать только будешь отошел Второй стих которое Бог прежде обещал через пророков своих святых писаний то есть речь идет о благовестии если кто забыл то есть это благовестие Бог прежде обещал через пророков своих святых писаний толкование так как проповедь ту поносили как нововведение то показывает что на древнее язычество и прежде описано было у пророков даже слово благовестия находится у Давида который говорит Господь даст слово правозвестниц великое множество Псалом 67 12 И у Исаии как прекрасны на горах ноги благовестника возвещающего мир читаем у Исаии в 52 главе 7 стихе 7 стихе святых писания что же это такое пророки не только говорили но и писали и изображали действия например Авраам посредством Исаака Моисей посредством змея воздеяния рук и заклания Агнца ибо когда Бог имел уготовить нечто великое то предвозвещает о том задолго прежде посему когда говорит он что многие пророки желали видеть что вы видели видите и не видели читаем это в Матфея 13 главе 17 стихе то выражает сим то есть этим что они не видели самой плоти его а поэтому не видели и знамений совершающихся пред их глазами вопрос о дополнение если нет идем дальше тогда 3 стих о сыне своем который родился от семени Давидова по плоти толкование здесь явно показывает два рождения ибо через слова о сыне своем то есть божием указывает на рождение горнее а через выражение от семени Давидова на рождение дольнее при совокуплении им же по плоти показал что и рождение по духу принадлежит ему большой буквы ему посему благовестие есть не о простом человеке ибо оно о сыне божьем и не простом боге ибо оно о рожденном от семени Давидова по плоти так что один и тот же есть то и другое то есть и сын божий и сын Давида посему да устыдится наконец не стоит напоминает же и апостол о рождении его по плоти как и три евангелиста чтобы от него возвести слушателей к высшему рождению так и сам господь сначала виден был человеком а потом признал богом дополнить это выполняет нужно то что потребуется нам в жизни вот я учился когда в техникуме промышленно-гражданское строительство специальности было предметов сапромат там ахимия ничего в жизни не потребовалось ничего единственное что мне потребовалось делать печи а меня никто там и не учил и дальше я в конце уже заканчиваю учиться спрашиваю если я буду начальником там ну а как обращаться с людьми то ну хоть как-то нет этого вот он полюбил все она теперь платье там пополу у нее купол там может шить 10 платьев таких а плечи руки голые никто не научит как жить не научит как уступать мужу ее не научили ничему это самое наиважнейшее что сейчас есть это семья маленькое государство не учит и здесь спасение главное главное это Христос и Библия два слова а как раз это-то хотя и слышится иногда в храме а люди совершенно не туда тянут почему потому что на этом нет упора как уверовал рассказать не могут сектант баптист может рассказать я вот зашел сел и вижу кто-то вышел говорит и прямо про меня я обернулся думаю откуда они узнали что это я а он секретарь комсомольской организации ко мне приехал и рассказывает и как ты поверил я понял думаю сейчас встану и уйду только зашел уже про меня все знают и так если кто войдет к вам иной чужой со стороны то не скажет ли истина с вами Бог обличаемый всеми но у нас этого нету отстояли службу все отстояли из нас сумели сделать бревна живые столбы столбы движущиеся иногда падающие во сне ну можно было это рассказать людям вы сейчас выйдете и понесите слово которое я вам сказал а вернее не сказал это и нести нечего я зато об этом говорил я один ничего не успею расскажи жене расскажи рабам собери всех кто у тебя рядом ну разве можно утерпеть такая великая радость вот у меня сегодня не радость я уже второму третьему человеку говорю сегодня я такое огорчение получил не выскажешь я вам сейчас вам расскажу не может быть польза будет 10 июня у меня день рождения и заезд в лагерь одновременно но в лагерь то заезжать это же дети надо кормить больше половины бесплатно а у меня пенсии это 6 половиной тысяч все не рубля что делать я каждый год ездил по разным организациям где мукой торгуют там мешок пол мешка выпрошу мне это нужны не шоколадки крупы мука сами стряпаем ну а дальше что-то приобретем и помаленьку кто-то давал но потом нашелся один человек с подачи главного банкира который он ему должен и мне они каждый год давали я пишу нужно 12 мешков муки под 50 килограммов 4 мешка крупы разные сахар масло нужно 200 килограмм и все представят вот один человек был такой я никуда не стал ходить и вот 5 7 лет на этом стою никто и сейчас я опять сегодня написал заявление каждый год иду книги дарю я говорю это начальнику раз у вас уже есть пришел и табличка срублена закрыто предприятие никого нету гляжу вторая дверь зашел первый второй третий этаж все кабинеты думаю сейчас захлопнется дверь-то и не выйти ничего нигде никого нету вот есть фильм я легенда когда вирус попал и Нью-Йорк пустой один только там катается вот такая ситуация пошел по окрестности какие предприятия никто не знает где в интернете теперь нашел они оказывается арендовали это элеватор местный мельник и там директор была такая не выскажешь как будто она член нашей общины всегда помогала вот это вообще удивительное дело и вот я сейчас остался подвешен в состоянии это для меня не такая радость что я остался но я молюсь и вы помолитесь чтобы Бог вывел на кого-то а ты, Сережа завтра меня по редакциям повози завтра завтра не смогу а иначе поздно дальше пятница уже некогда неделя пропадет нет в пятницу поедем завтра не они четверг печатают пятница это через неделю только будет видишь как что-то подумать надо вот какое дело-то тут и немного в Алтайку а остальную вечерку ты сам заедешь вот мы должны увидеть где радость а где печаль печаль когда Господь приобретает душу нет да приобретает а как приобретает когда же человек о печали родственники восстают против все бунтует кипит а на небесах радость вот надо научиться мыслить категориями Библии то есть небо и смотреть вот столько-то было тут воевали такие радостные маршировали никого нет уже уже на день-то победы там все ряжены каких-то подговаривают ордена на них навешивают они на фронте-то не были ну да антураж что-то можно это сделать а у Христа-то не так вот было оно у тебя или не было жил ли ты для Бога или не жил вот в этом весь смысл всего что-то мы занятия проходим думаем как другим как другим рассказать как рассказать проповедники бывают проповедники ложного учения а миссию нести чтобы души обращались этому научить нельзя это Бог дает или не дает он открывает мысли которых ты даже знать не будешь и ты будешь точно отвечать на вопрос который не задан в письме ли он у него лежит не распечатанном и точно то что ему нужно сказать самое единственное место ключик который откроет его душу для все стою у двери стучу для Господа а сегодня вот это всякая дезинформация на человека наплывает и миссионеры какие-то выходят они под разными а артриумы называются а там ничего нет и сказать нельзя они как волки кидаются я это уже знаю мы проходим занятия надо молить чтобы выслал Господь делателей не сказал что мы учили в семинаре в академии но просить Господина Жатвы так и слова ну можно это понять это Господина Жатвы он посылает их как подвое ни кучи ни табором двое ну дальше ты смотри какие плоды были проповедь три тысячи проповедь там пять тысяч проповедь можно научиться говорить правильно вступление основная часть окончания но чтобы душу тронуть нельзя благодать должна быть призывающая и благодать обращающая но освящающая тоже в церкви вот Феофан Затворник эту мысль выразил благодать трех видов сегодня они даже не слышали не знают говорит треск один стоит выпросил у Бога кротости и смирения он говорит ко мне придите миссионером никто хочет быть и научитесь от меня не в семинарии ибо я кроток смирен сердцем а из них там волчат не готовят какие они грубые хамы просто ничего не знает совершенно и вторгается в то что там за гранью будущей жизни вот об этом надо молить молите господина сжат вы если вы молить будете господь укажет как может быть они родятся в нашем лагере он может быть рядом где-то а сегодня надо его накормить напоить помолите чтобы Бог мне дал еще помощника как спонсора называют какой был у меня до нынешнего года я растерянный такой с сумками с книгами шатался шатался ходил и вернулся домой вот ничего и нет попробуйте их поискать в интернете организацию фамилия имя знаете может они переехали переехали в Рубцовск у них основное там они тут арендовали скинули я все нашел но Рубцовск это другой город хотя если тогда как-то был депутат один и к нему обратился я и он через Рубцовск прислал пришла машина и пришла машина и мы кормились года два или три привез четыре тонны продуктов тонны видите как не знаем и я никогда не встретил депутат военного училища Макаров так как-то все одно на одно сошлось и его сердце сразу тронулось понимаете вот сердце тронуть из человека копейку не выжмешь я вот был в Америке ну и каждое утро прогуливался жили в одном доме с архиепископом жил Антони Сенкевич фамилия его очень грамотный ну небольшого роста такой и ходили а потом у кого он жил говорит у него говорит зимой снега не выпросишь он такой скупой а я прихожу говорю ему а сегодня мы гуляли с ним он говорит зашел в банк все снял и мне отдал это я его зазомбировал вообще вообразить нельзя вот такое дело это Бог делает если Бог не сделает в карман не залезешь не вывернешь но он не харизмат никакой православный всю жизнь там служил георхиепископ в Иерусалиме город Лос-Анджелес ну хорошо помолимся продолжим четвертый стих и открылся Сыном Божием в силе по духу святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашем толкование выше сказал о Сыне Своем а теперь доказывает как он познан Сыном Божием и говорит что он наречен то есть показан утвержден признан ибо наречение есть самое признание приговор и решение ибо все признали и решили что он Сын Божий как так в силе то есть через силу знамений которые он творил притом по духу святыни через который осветил верующих ибо даровать это свойственно Богу также через воскресение из мертвых ибо он Христос первый притом он один сам воскресил себя итак он узнал и открылся Сыном Божьим через воскресение ибо и это великое дело как и Сам Он говорит когда вознесете Сына Человеческого тогда узнаете что это Я читаем в Евангелии от Иоанна в восьмой главе двадцать восьмом стихе что дальше наверное идем тогда пятый стиль через которого мы получили благодать и апостольство чтобы во имя его покорять вере все народы толкование заметь признательность ничего говорит нет нашего но все получено нами через Сына большой буквы христи речь я получил апостольство и благодать через духа духа с большой буквы здесь он говорит господь наставит вас речь о святом духе читаем в евангелии от Иоанна 16 главе 13 стихе и дух говорит отделите мне Павла и Варнау читаем уже в книге Деяний 13 главе 2 стихе и дается духом с большой буквы слово мудрости читаем первым коринфянам 12 8 что это значит то что принадлежащее духу принадлежит сыну и наоборот благодать говорит и апостольство получили то есть не по заслугам своим стали мы апостолами но от благодати свыше но и убеждение есть дело благодати ибо делом апостолов было ходить и проповедовать опять выделено это эти слова и подчеркнуто а убеждать слушающих всецело принадлежит богу далее цитата покорять вере что же это такое мы посланный говорит не для слова прения и не для исследования или доказательства но покорять вере чтобы получаемые слушали веруя без всякого противоречия благодать получили покорять вере все народы мы не я один но и прочие апостолы ибо павел не обошел всех народов разве скажет кто-нибудь что если не при жизни то по смерти он ходит по всем народам через послание а веровали бы слыша об имени христа а не о сущности его ибо чудеса творило имя христово и оно само требует веры потому что и его нельзя постигнуть разумом смотри каков дар благовествования оно сообщено не одному народу как ветхий завет но всем народам и маленький комментарий Игнатия Тихончалаткина когда человек ничего не знает о духовном то с ним легче разговаривать чем со в кавычках знающим язычники принимали благовестие от апостола Петра без всякого прикословия а иудеи спорили и доказывали защищая старую веру вот ну вот здесь хочется обратить внимание на слова покорять вере очень часто когда идем на благовестие слышим такие слова верующий кому надо сам придет что вы тут ходите насаждаете веру свою так только сектанты делают вот у Рейса Николаевна болящая в больнице воскресенье у нее были там начала проповедовать а что ты тут как сектант мы сами без себя все знаем что ты тут нам покоряешь нас вере а писание что-то говорит покорять вере но это дело конечно не апостолов толковательно говорит а дело божие но ходить и проповедовать то мы должны будем ходить и проповедовать нам будут в пику ставить а что вы насаждаете храмы есть кому надо сам придет да не придет он сам ну придет он сам он стоит как бревной ничего не поймет и уйдет а душа когда ищет бога она ищет именно духовного а именно слово божие слава богу что есть такие священники которые проповедуют повезет человеку обратиться получит веру евангельскую а если нет так и потом будет как эти иудеи свою старую веру отстаивать вот священники лютуют которые они отстаивают свою старую веру которую получили от греков а про доверие пришло на русь а веры евангельцев не было проповедовано как должно на руси святая русь покажите мне эту святую русь когда и где имена да есть святые отдельные макария алтайская ходили проповедовали но чтобы русь свято жила по евангелию даже сам священник да когда это кто когда жил по евангелию не было такого никогда поэтому вот действительно правильно я не заметил со знающими в кавычках очень сложно они все знают они знают через какое плечо свечку подавать они там ходили уже научены их вере евангельское нет они за свою старую как иудеи будут держаться и будут клевить тебя сектантом а сектанты это те которые они пришли в храм православный а душа требует ищет они может быть уже благодать призывающая есть их бог призвал а обращающий освящающий не могут получить пойдут к сектантам там благодать обращающая их господь обращает от злых дел а далее благодати освящающей нету церкви у сектантов вернее а обратно вернуться в церковь в которой они ничего не получили это благодати призывающие обращающие они уже не идут они в этой секте так и захрят и все и ждут дальше а потом время проходит и сектант да что же я вот помните у нас был один-то я как будто на одном месте то пятидесятник помните Игнатихович который Евангелие нам дарил нету духовного роста он внутренне чувствует что нету этой благодати освящающей в таинствах нет исповеди нет причастия нет живого прикосновения вот этого в таинстве причастия нету конечно есть общение братское проповедь но проповеди у них опять же детский сад один молоком питаются всей жизни а твердой пищи не услышишь у них редко редко когда что-то там такое то уже вот поэтому когда кто-то будет вам говорить что-то назидаешь покоряешь не не соблазняйтесь этим да апостолы ходили и навязывали свой покоряли веру все народа это дело Божие благовестие Игнатихович пожалуйста Евангелие от Матфея 13.33 самая короткая притча в Евангелии в одном стихе царство небесно подобно закваску которую женщина положила в три меры муки но до колени вскисло все вот приезжает отец Павел я говорю как заквашиваем он не говорит проповедуем он буквально это все принял и у него так это получается у меня сидят соседи я вижу неверующие Евангелие подарил они никак кто-то курит бывает а он только приехал мы книги загружаем он на них сразу а вы сейчас сидите вы приняли Христа нет а то у меня соседи на кресле пенсионеры сидят вот молодец Рамат живьем говорит в рай тащит да нам ничего не надо умирать будете узнаете поползете вот поэтому чтобы уверовать это надо писание знать увидеть как притча это в сегодняшнем свете открывать будет путь сердцам людей вот оно сказано 2000 лет назад ну начни читать что там писали ну там басни из опа еще что-то возьмешь а другое то произведение есть в тех времен кое-какие сохранились но из них можно одну строчку взять и стихотворец сказал звери ленивые утробы к апостолу Павел одну фразу вырвал и ударил по ним а во Евангелии как будто сегодня утром написано не просто написано а мне запечатанное письмо пришло я открываю там страницы Святой Евангелия у меня сколько вопросов сейчас вот каждое утро я даю события какие были и ответить на вопрос мерзость вчера я отвечал только встречается оно там сто там тридцать раз я отвечаю сорок мест писания по каким признакам что такое мерзость ну вот она красавица а ты знаешь что она мерзавка почему а брюки носит если носит 22,5 это мерзость но мерзость если ты ее культивируешь ты мерзавица или мерзавка другого просто нету и люди понимают я тогда беру из словаря из википедии тут ну энциклопедия интернетная что оно слово означает это маленькая девочка была отдана круглосуточные детсадики там дополнительно родители платят и сами в отпуск уехали но отдохнули в Таиланде там в Турции вернулись девочки скорее забрали и радуются а она куклу вот так вот держит а потом молчи мерзавка тебе не дома и где говорит она такому научилась вот такое дело каждое слово лестовка там вчера спластили четки как их объяснить и я объясняю свой опыт передаю что постоянно истихазм они повторяют Иисусову молитву а я считаю больше трех раз уже не надо повторять три раза а дальше вплетаю уже свои мысли к этому господи как я благодарен тебе я совсем никуда не угодно и ты меня сделал таким ты избрал меня сколько ты трудился над моей душой как у Ермы пастырь строят из камней а камни бывают стрещенные никак а их отбрасывают но не хватает тогда их начинает опьется трудно обделать но все равно их в стену заложат вот такие мы бываем ты должен увидеть себя в этом вот спросили про Лестовку вот сегодня утром она у меня уже я ее открыл снял замок сколько в этом сказано что такое вервица старобрядческая Лестовка вот люди когда начинают объяснять они не думают как крестное знамение Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй мне грешно я говорю ну объясни ну это означает я говорю ну что означает ну вот колбой это значит чтобы у меня мысли были хорошие а не чрево а грудь показывает на грудь вот сюда вот а восхищение чувств тут разум а тут чувств ну а тут право-лево тут понятно не хочу быть с козлами хочу быть с баранами я говорю а при чем ты-то когда крест-то Христов ты вообще не в ту степь идешь ты объясни крест крест это на котором Христос распят деревянный крест ты о Господе скажи что он возвещает вот положил пальцы на лоб сколько два или три как ты научен-то ну князь Владимир крестил было двуперсия два Никон Мордвин все переделал на три ты глава всему Бог и ты сошел с неба на землю родился через чрево в чрево где пуп за день вот это прямое чтобы вот это от этой половины вот это расстояние было меньше того которое до пупа а если на груди то Кирс перевернут получается-то Слободского закон Божий сейчас это показано и вот он сошел с неба это крест Христов это гнев Божий проливается с неба с неба а мы спрятались под этим Господи Иисусе Христе Сыне Божий ты вознесся Одесну и справа помилуй меня грешен с левой стороны не оказаться крест для этого и сделан чтобы он спасает стоящих на левой стороне и он вознесся тут все о Христе а не о нас говорится-то а мы себя уже вплетаем теперь в это понимаешь объяснение должно быть связано с намерением разъяснение ты же объясняешь мне не корзинку свою а крест распятие и только так и вот где крест рисует по бокам утолщение на балдажнике вверху еще что-то вот возьмите Покровский собор посчитайте сколько концов крест бывает четырехконечный шестиконечный когда вверху есть и когда внизу еще ее нету ну так условно приняли восьмиконечный все четырех pixel pięть четырех на просто напечатается на резве в честь первые а восемнадцать это три шестерки тридц явно к дороге сел глаза на лоб ну да зачем вы сделали это наверкеле это накрутили Ты посмотри, какой крест должен быть. Ну, где-то в Москве, или бывает так, крест. Ровная линия должна быть, как у старообрядцев везде. Никаких накруток не надо, этого нет. Это не соответствие тому Голговскому кресту. Там никто на балдашники эти не вырезал. Обыкновенная перекладина, вот страсти Христову показывает он несет. Там еще больше не было. В любом месте сатана, железо, там целая кузница, сонаверчина накручена, что-то там внизу полумесяц. Ничего этого не надо. Крест должен быть в четырех, как у католиков, или в восьмиконечниках, как у православных. Поехали. Вопросы? Может, никого нет, ты проверь. Здесь. Вопросы? Здесь, здесь. Ольга, есть вопросы? Можно мне туда? Ну, призрак. Давай, Андрушенко, давай ты, молодец. Вот, в последней беседе, по-моему, мы говорили о том, что Андрей Кураев выставил, как патриарх Тихон сказал о Ленине. Да. Помните, да? Да. Вот. Я сегодня решил подойти в графни и рассказать, что патриарх Тихон сказал о Ленине. Ну, я, в принципе, очень сильно удивился, конечно. Мне сказали, ну да. Это говорит. Мы никого, говорит, не должны осуждать. Правильно, говорит, патриарх Тихон сказал. Я говорю, а если он правильно сказал, за что мы, говорит, коммунистов тогда не любим? Они, говорю, убивали священство, взрывали храмы. Да что вы тогда коммунистов не любите, а Ленина любите? И просто у меня, в принципе, сразу же все вопросы стали отвечаться. Вот, когда мне, а мне, кстати, Дьякон сказал, я просто беспокоюсь за его спасение, поэтому я решил, вот, вы знаете, на такой вопрос. И он мне сказал, ну, говорит, никого, говорит, не должны обсуждать. Да, говорит, он, может, добрый был человек. Я говорю, ну, как вы, говорю, так, ну, как, говорю, слепые, что ли, совсем? Как вы, говорю, можете говорить о таких вещах, страшных, говорю, вещах? Это я, говорю, Миринина, только могу говорить. Но вы, говорю, как Дьякон, как священнослужащий, не можете говорить о таком? Нет, говорит, это нормальное, говорит, Ленин. Вот, Игнать Тихонович, прокомментируйте это, пожалуйста. Комментировать тут, Андрюша, почти ничего не надо. Надо посмотреть, какие дела. Этот эксперимент с атеизмом, который затеял дворянин Уленов, обойдется в 100 миллионов голов. Федор Михайлович Застаевский предсказал. И сегодня именно к этой цифре подходят славянского населения. Об этом говорит священник Дмитрий Смирнов, что большего злодея, я полностью согласен с ним, на земле не рождалось от Адама. Не было. На совести одного человека, ну, не было этого. Потому что он разрушил все, что можно было разрушить. Убивал всех подряд. Это было нечто невероятное. Земля его не принимает. Его квасят, в этом селитре-то вымващивают. Каждую сколько, не знаю, месяц или что ли, или неделю, там они заново ему профилактику делают. Еще объяснять. О нем и говорить не надо. Это злодей всех злодеев, всех времен. И он о нем отзывался хорошо. В первую очередь мы не знаем, подделка, может, это какая. Но у патриарха Тихона это было. Было. Я еще, когда материал составлял, кажется, к истинному православию, там есть такое. Не помню, в какой теме. Ну, может быть, в теме и так бодрствуйте. Или я говорю, любите врагов ваших. И я сказал, митрополит Сергий, который предал церковь, мучеников, назвал врагами. У него уже основание было от патриарха Тихона. А его только канонизировали. Для меня, как вы можете на патриарха говорить? По делам. Еще он ЦК партии. Почему нельзя сказать, что он поступил неправильно? Признание советской власти именно в самом плохом смысле. Он должен был сказать, все равно умер. Все равно, может быть, его умертвили 7 апреля 1925 года. Мы не знаем. Но есть подозрения, что у него зуб болел. И подложили счеты. И вот и все. Надо сказать. И тогда все будет на месте. Меня судили за стихотворение, в котором я его помянул. Памятник называется. Стоит свой рот ащерев. По мету птиц подставил голый череп. Вождь атеистов сонмище иуд. Следователь-то в обвинении подшитый написал. Памятники нужно мыщащи. Вот так. А меня обвиняли. Они говорят, да кого ты, ты знаешь, кто стоит? Вот он. Припомните, как вилл. Вадим Решленин. Это написано у пророка Еремии. Это антихрист. И клянуться виллам. Вилл. У него сколько было разных псевдонимов-то? Я не знаю, точно никто не знает, но около ста с лишним было. И старик еще только не было. Но остановился на Ленине. А Ленин кто? Ленин там знакомый какой-то, помер кто-то. И он взял его Лена. Елена, так ее как бы сын Ленин. И вилл получилось, вилл Владимир Решленин. А вот об этом уже Еремеев сказал. И он говорит, изблюет все проглоченное. А что это такое? Наступила реабилитация. Я это все разъяснил. И когда я выступил, а еще советская власть была, проклят человек, который надеется на человека. Такой заголовок в статье было. Ну и в конце подписала редакция. Кто может опровергнуть то, что сказано в этой статье? Это я о Ленине не сказал. И какой-то кандидат вышел, там, марксизма-ленинизма. И начал говорить, и не договорил. Бог закрыл его уста. Я говорю, а чего же не было? Был, говорит, один, но он не смог. Так он же много знает хорошего. Бог замкнул уста. Там такие были доводы сделаны. Что он делал, как во имя его, и что сегодня есть. Здесь проклят человек, который на человека надеется. Так что об этом, о нем и говорить не надо. Вот о нем я написал. А тогда эту статью я писал сначала для племянников. Они в Новосибирске учили. Ее там просчитали в школе. Учительница там выйдет. Но не сам написал, я ему написал. И тогда учительница-то узнала, кто. Говорит, а вы попросите, чтобы он написал нам о Николае II. О царе Николае. Вот такой же, чтобы статья была. Я говорю, нет, статья не пишется. Он уже канонизирован. И трогать. Это был самый никудышный царь. Хуже этого царя не было в России. Как царя. А как христианин это был самый лучший из всех царей. И он святой, я ему молюсь. А почему так? Да потому что, ну возьми, Петр I допустил бы такую беду или Иван Грозный? Он бы 2000 этих декабристов повесил бы и 200 лет слова революция даже не поминалось бы. И Россию так. Она, если бы ее не остановили, говорит, вот уже в 2015, не в 2015, а в 2013 году, россиян было бы 650 миллионов. Полмиллиарда сожрал зверь. Полмиллиарда. Это выкладки Дмитрия Ивановича Менделеева. Это на развороте комсомольская правда написала. Если бы большевики не победили в 2017 году, у нас было бы 650 миллионов. Так это не то. Самое талантливое, самое лучшее. Вот Владимир Салаухин, он об этом описывает. Как вылавливают большевики. Какие красивые девушки. Брали, насиловали, просто вылавливали и уничтожали. А мальчишки, которые учились где-то в училище там, и вот так околышек оставался. Ну, от него надавлено-то. Это значит, учиться расстреливали, как в Камбодже, Кампучиев, Янг Сари и Пол Пот были. Это все открыто. Это пришли демоны. Зла вырвались на свободу. Это большевики. И над ними главный пахан. Вот что это было? И о нем говорить просто опасно было тогда, в то время. Ну, я сказал, сказал в двух стихотворениях. Вот так. Спасибо, Христос. Но все-таки у нас, кажется, как у братьев во Христе, должно быть общее мнение о том, что это все-таки злодей был. Ну, Андрюша, давай так, не будем на эту тему говорить. Он так понимает, у него есть свобода так понимать. Это изнутри сродство. Я ничего не знал. Я еще ничего, ничего не знал. Евангелия не было. В школе учился. А я уже это знал. Уже знал. Ну, такая обстановка была. Отец говорил. Дядя говорил. Это был бандит с большой дороги. Ну, а Сталин говорить не надо. Он грабил. По сравнению с ними-то, Гитлер это ребенок. Малое невинное дитя. Вот что можно было сказать. А кто? Все они дьяволы в образе человеческом. Но тот-то поднял из развалин страну. Какую должность за него бились как. А эти-то не один на войне был. Тот герой был на войне. Железный крест получил. Я просто для сравнения показываю. И тот пришел не переворотом, а демократическим путем, как сегодня говорят, набирает и набирает голоса после каждого голосования. Сейчас вот выступает она. Я была Гитлер-Югант. Ну, малыши, как пионеры там. Она уже старая-то. Я по-прежнему его люблю. Он дал нам жизнь. Мы ощутили себя людьми. А что пошел? У него выхода не было. Через две недели Сталин должен был напасть. У него выхода никакого не было. Это Суворов Виктор Резун пишет об этом. А российский, он был кто-то там, я не знаю, резидент, что ли, в Швейцарии. Сейчас он бежал. Его дважды приговорили к смерти. Не знаю, сняли с него эту анафему КГБиста. Но это, между прочим, тема такая закрытая. Ну, вот у меня тогда попутный вопрос. Написано, не судите прежде времени никак, не судите, не судим будете. И тут же добудет анафема, то есть осуждение. Как вот это растолкуете? Он осудил сам себя. Анафема только в двух случаях. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема Моранова, а кто не любит? Я пришел к выходу. Две анафемы, в одном месте они еще сдвоены. Галатам 1, 8, 9. Если даже ангел с неба, или мы будем говорить не то, что говорили, да будет анафема. Как прежде говорили, так теперь говорю. Анафема. Эти анафемы на православных падают, в первую очередь. Не на стенку разина. Не любят Господа, не знают. А любят храм, или попов, или колокола, или мощи. Ну что-то любят. Ездят по святым местам, благодатный огонь, поезд Богородицы. То есть не Господа. Господа даже почти не знают. То есть если Ленин не любил Господа, я могу смело сказать, анафема. Анафема уже сказано. Сережа, тебе не надо уже ничего говорить. Даже если скажешь. Это написано в Писании. Ты ему открой первое Коринфянам. Вот скажи, смотри, что в первой главе написано. Кто не любит Господа, анафема, ты его не знаешь, не любишь. Что тебе за это? Чтобы он сам сказал, произнес. Ты вот сейчас выступают какие-то Евангелия, там, царствия. Новую идею придумали. Вот сейчас они там царя, царя-искупителя, там, об этом Осипов говорит. Большего безумия не придумаешь. Русские первые примут Антихриста. Они ждут его. Ну, меня попросили, чтобы я дал рецензию, как бы на это. Это я дал ее и показал. Где они? Что Россия, везде Россия, на небе, прежде создания мира, у Бога уже было там совет в Троице, а Россия, то есть, даже не бредня никакая, превознесусь выше звезд, сяду. Сатана. А нет. Я когда сказал, он меня не знает, что говорит. Это мы несем пророческое слово. А там одно безумие. Я посмотрел, там разобрал, и мне сейчас идут благодарности. Мы уже тоже увлеклись были, а вы разметали, там праха никакого нет. А что разметать-то? Я беру его фразу и показываю вопреки Евангелия. Вторая фраза, вопреки, вопреки, во свете Библии. Все рассыпалось. Но, конечно, они заволновались. У них уже кормушка. Они уже там приспособились. У них заместители, начальники. Идея-то какая? Восстановление России. России не будет, ничего нигде не будет. Они не видят, не знают. Во Вторую мировую войну все страны мира потеряли 50 миллионов. 50 миллионов людей. А в России в утробе женщины за перестройку убито 120 миллионов. Две мировые войны прошло. Вот о чем мне говорить надо. И куда хорохориться-то? Ничего нету. Нету ничего. Все, кончилось. Дмитрий Смирнов говорит, что поправить положение там можно лет через 20. Если с сегодняшнего дня все женщины будут рожать не меньше 8 детей. Ну, будут они рожать 8 детей? Когда у мусульман 8,1 в среднем. У них главный лозунг «Аллаху подарить 5 сыновей». А дочерей хоть сколько? Ну, нет же этого, ничего. А сегодня они все захватили. Им жить где-то надо. А там Китай 2,5 миллиарда под боком ворочивается. Только самого себя сжигать с ними вместе. И поэтому мне неприятно, когда нападает на Путина, что он запускает сюда мигрантов и прочее. Я думаю, где-то сказали «Земля, вы верующий?» Ну, вы понимаете, что у вас полтора человек, а у нас 345 человек на квадратный километр. Ну, ладно ли это? Не ладно. Почему вам земля? По Амуру там проехал первый Хабаров, и все это наше, а тут Китай когда-то жил. Ну, ладно ли это? Не ладно. Ну, значит, мирно отдаете или войной отнимут все равно. Конечно, лучше мирно. Мирно. Я об этом пишу. Отдайте Шикотан и Кёнигсберг отдайте. Пока не поздно, поспешим. Хрипят и лезут тати. Вот об этом как раз и говорю. Что нас не осудят внуки и проправных. Что во время бури и штормов забор трубили мачты, не тараном, спасли Россию ясностью умов. И Витя Савченко положил на музыку и поют. Посмотри, там какие слова заложены. Вот так. Все. Еще у вас семь минут вопросов. Игорь Тихонович, так можно все отдать тогда. Без трусов остаться. Валерий. Да. Повторите еще раз. Я говорю, можно так все отдать тогда. И Кёнигсберг, и Шикотан, и Кунашир. Все отдать. Ну, посмотри, дорогой Валерий, ну, посмотри, Кёнигсберг-то где? Он за Литвой находится-то. Нужен или нет-то? Сколько туда? Их там блокируют. Первое. Шикотан. То в Японии-то жить негде трясет. Она никогда не была шикотан русским-то. Уже, ну, война-то давно кончилась, уже Германия соединилась. А так мы все отдадим. Так разве можно говорить? Правильно Владимир Владимир Вольфович Жириновский говорит. Ну, почему не отдать тут Сибири-то по размеру Японии-то? Места, которые не заселенные-то. Ну, пусть будет японская автономная республика, как Бурятская там, у нас Горно-Алтайская. Ну, конечно, главенствующий закон Российской Федерации будет. Почему не сделать? Ну, а там, как резервацию для тех, кто любит посмотреть, как жили японцы. Им жить негде. Я считаю, что... Другое дело. Это ж не отдать. Это ж не... Ну, по-другому-то что говорить? Я говорю-то не о Сибири отдать-то. Я говорю, которая нам никогда не принадлежала русским-то. Борис Николаевич Ельцин хотел отдать, но его там рядом там все это запугали. Он говорит, а почему не отдать-то? Какие отношения хорошие? Это японский остров испокон веку. А мы его завоевали. Ну, завоевали, попользовались и хватит. Кёнигсберг. Кёнигсберг-то это, Калининград. Он никогда не принадлежал России. И сейчас отрезанный через Прибалтику туда надо пробивать дорогу. Мы там были. Машину ремонтировали. Я про это и говорю. Отдайте, отдайте. И эту мысль отдайте это озвучил Жириновский. Уже, правда, позже. Я давно говорю об этом. Ельцин об этом говорил. Это не российская территория. А российская. Тут вот как Жириновский, Владимир Вольфович, предлагает так и сделать. Провести через Думу. Там, чтобы прошли. Пусть живут. Они любую землю облагородят. Это трудолюбивый народ. Талантливый. Вот. Ну, что тут такого-то? Ну, много земли. Всем хватит. Им покатай, гоготок зацепи, и все птички пропасть. Ну, хорошо. С башкой оторвут. Хорошо будет. Ну, не удержать. Не удержать. Еще раз говорю. Хрипят и лезут татьям. Нам негде жить. На негде жить. А всем руководит. Христопроводит. Жит. Не поздно. Отдайте. Отдайте. И все на этом. Поблагодарите Бога, что там. А они за это там, не знаю, что готовы сделать. Отдать. Это можно найти компромиссное решение какое-то. Что только заплатить там, или как Аляску. Хватанули Аляску, а потом на сто лет отдали в аренду за мизерную плату, а потом совсем отдали. Тоже было. Я ездил там, он смотрел. Там кросс-форт в Америке. Тоже русские были. Ну, нужна она нам. Порт Артур был. Нужна нам. Ну, маленько-то гляньте. Мы с готовой землей не поправимся. А мы Германию отдали. Вы знаете, где они были? В Германии, когда сдали, привезли... Валерий, я не ради спора. Я сказал, ради Христа. Ради во имя Христа. Во имя Христа отдать. Не просто во имя Христа. Мы отдали. Проклинает Горбачева, а он сделал дело. Он вывел войска. А теперь ратуют за что-то. Он сделал добро. Его назвали немец года. И он сделал правильно. Правильно сделал. По-христиански. Отдал и все. Чтобы соединились. Это один народ. Корея сейчас не соединяется. Смотри, что они там атомной бомбой брецают. Можно же мирно-то и вывод-то сделать. Что мы разве враги своему государству? Ну, не удержать. Нету. Ни охраны, ничего нету. Ты посмотри, сколько в Хабаровске. Хабаровске эти мусульмане, они говорят, Хабаровск наш город. Хабаровск. А они сейчас сигнал только дадут. В один в один день, в один час полный переворот. 75 тысяч иностранных только мусульман в одном Татарстане. Но у нас милиции там меньше. Что тут толковать-то? Нам только одно. Благодарить Бога, что мы живы. Милость Божия нас хранит. Особая милость Божия. А за правителей надо молиться. Чтобы не было покушения на них. Аминь. Знаете, поблагодарите Бога. У меня сегодня день был плодотворный. Проходила медицинскую комиссию уже 10 лет, как я права получила. Надо на права менять кое-что. И во всех кабинетах куда заходила, визитки дарила, все брали с удовольствием. Ну, где-то около 20. три Евангелия раздала. А Евангелие, Сергей, знаете, что есть некоторые с брачком. На 96-й страничке прерывается и дальше 129-я, по-моему, страничка. Это мне соседу отдала, Еликифу соседу Евангелия, а он мне сказал вот так и так. Ну, подай ему другое. Другое, да. А там скажи. А Витя привез последнюю партию и вот с браком есть немного. Да, 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 я так и сделала, Игнатий Тихонович. Благодарите, господи. Так, я спрошу про Райхан, как у ней здоровье? Она тут нет? Нет. Она была сегодня, вроде заходила. Она просила молиться. Райхан, как ты там? Она еще не с нами пока. Валерий Тихонович. Я сегодня здесь поковерствовал тоже, Валерий. В храм в один заехал, 60 евангелий отверстили. Вот, молодец. Они меня там и докрестили. Я сегодня крещеный. Батюшка говорит, так ты, я моченый. Он говорит, так пойдем, у меня купили вон в пруду огромное. Я ему читал, он говорит, да какие тут вопросы? Дал мне бумагу, он говорит, так вот у Филарета написано. Вот читай, говорит, у Филарета дал мне бумажку с обложением Патриарха Филарета страница глава 71, страница 570, 574. И тут ясно, которые изнизами, в общем, все сказано. И вот с Божьей помощью. Сегодня, что ли, сегодня, вот два часа назад только. Я поехал на переполовине, думаю, и меня там замакнули. Хорошую такую купитку строил, крытую. Это город Верхний Тагил. Батюшка, отец Сергий, дай бог не знаю. Он из старобрядцев. Единоверие. Батюшка, это... Очень хорошо знает Кирилла Сахарова. О-о-о. Да-да-да. А потом Ивана Ивановича там есть такой, батюшка, как это, сединоверцы был в Москве. Вот, вверхи там. Вот, сейчас поедет петь, плачет туда, в Москву. Печет, вот он тоже печник, отец Сергий. Поедет, печь, зарабатывает деньги в Москве. Печет, маленько. Ну, помоги, Господь, спас вам. Ладно, молимся. Спасибо. 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 Печет, благодать нечистая, дьявол, радуйся. И таки реку радуйся, твой сын воскресе преднебинах гроба. И вертвы я возлюгну, вы люди, веселитесь, святись, святись, Новый Иерусалим, слава Богу Господне, на тебе воссия. Легко меня и веселись в Сионе, ты же чистая красица Богородица, а восстань и Рождество. Богородица 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 Отец наш Небесный, во имя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа прими нашу молитву и благодарение, что все еще мирное время, что Слово Твое открыто и Дух Святой касается сердец людей, слава Тебе. Благослови нас, пошли добрых помощников для детского лагеря и трудящихся и устрой жизнь нашу по Слову Твоему, во имя Твое. Даруй духовное рождение патриархам, папам, епископам, священникам и паствиям. Пошли истинных служителей, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Продли мир Израилю, Россию, Украине, Сирии и всюду, где война идет. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Мы утром желательно-то. С утра. Восемь. Ну, по-моему, может хоть в восемь, хоть в девяти. Я не знаю, во сколько редакция это. Обычно они с девяти, они спят долго. Ну, ладно, я вечером позвоню. Сейчас решу.